Александр Абраменко, Василий Ломаченко, Александр Усик, Элина Светолина, Михаил Романчук – эти и другие спортсмены – гордость Украины в 2018 году. Более тысячи международных соревнований, чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. На каждом из этих состязаний поднимался флаг Украины и играл гимн страны. О самых ярких победах украинских спортсменов в уходящем году в сюжете Елены Дидух. Первый и последний. Золото Александра Абраменко стало единственной медалью Украины на зимней Олимпиаде в корейском Тхэнчхане. До сих пор не верится, что это золотая медаль. Мы шли к какой-то медали, но я не думал, что это будет золотая медаль. Поэтому я очень рад и каждый раз теперь задумываюсь, что это наивысшая ступень, на которую может подняться спортсмен. И я счастлив. Паралимпийцы из Кореи привезли гораздо больше. 22 медали, из них 7 высшей пробы. Больше всего наград у лыжницы и биатлонистки Оксаны Шишковой. Шесть из них – два золота. Всего за год паралимпийцы приняли участие в 116 международных соревнованиях, завоевали 803 награды, из них 313 – золотых. Успешно выступили украинцы и на юношеских олимпийских играх. 23 медали, треть из них – золотые. Хотелось бы, чтобы так повезло и на взрослой Олимпиаде 2020 или 2024. Не знаю, как получится, но хочется для нашей страны привозить такие медали. Самая молодая чемпионка мира – украинка. 17-летняя киевлянка Дарья Беладид выиграла мировое первенство подзюдо в категории до 48 килограммов. Студентка Института журналистики не проиграла за год ни одной схватки. Я стала чемпионкой мира и выиграла много соревнований. Было много хорошего, а было немного плохого. Но в принципе, в общем, мне этот год приятно запомнился, и я думаю, я буду всегда помнить о нём. На высоте и украинские боксёры. Василий Ломаченко в мае выиграл титул чемпиона мира по версии WBA. В декабре добавил к нему звание чемпиона по версии WBO. Александр Усик стал первым украинцем, абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе. Он собрал всю коллекцию мировых чемпионских поясов. Без трудностей ничего не бывает. Шар-де-Голь говорил, выбирайте самый трудный путь. На нём вы не увидите своих оппонентов. Украинка Элина Светолина впервые выиграла итоговый чемпионат WTA в Сингапуре. Год теннисистка закончила на четвёртом месте мирового рейтинга. В первом сайте не всё так шло идеально, но я смогла переломить ход матча. И думаю, что это принесло мне победу в конце. 2018-й стал звёздным часом для пловца Михаила Романчука. Лидер сборной Украины стал чемпионом мира на своей коронной дистанции 1500 метров. Главное спортивное событие года – финал Лиги чемпионов. Впервые в истории Украина принимала финал престижного футбольного турнира Европы. Более 60 тысяч, согласно данным УФА, стали свидетелями победы испанского Реал Мадрида над английским Ливерпулем.